Настало время рассказать о том, как я устроил себе ультимативный десктоп-сетап. Для начала расскажу, что я вообще хотел получить от настольного сетапа. Это должен быть один девайс, объединяющий в себе со стороны цифры, цап, стример и проигрыватель с поддержкой всего. А с аналоговой стороны мне нужен усилитель для наушников с балансным выходом, чтобы можно было слушать любые наушники и с возможностью подключать аналоговые источники и активные колонки сзади. И все это в одном корпусе, как я уже сказал, и с дисплеем. Я люблю дисплеи. Девайс должен быть такого уровня, чтобы можно было подцепить его в большую систему, и он бы не стал в ней бедным родственником. Я очень люблю свою большую систему, она собиралась под мой вкус в звуке, да, и я могу там устроить практически любой экшен, придать разный характер звучания и все такое. Но на рабочем столе такое не устроишь. На столе нужно что-то компактное, но это всегда компромисс в той или иной степени. Если у тебя есть звук, то не будет функционала. Если у тебя широкий функционал, то там обязательно что-то будет в приоритете, да, что-то одно, а остальное будет по остаточному принципу. А если же в девайсе есть все и сразу годное, то он точно не влезет на стол. В общем, найти что-то стоящее для стола не так уж и легко, но решение все же существует. И вот вам мое. В общем, я использую флагманский ЦАПа-усилитель, как сейчас говорят уже всем известные компании Matrix Audio. Он называется Element X2. В настольном формате он не такой уж и компактный, 340 мм по ширине. Но это не самая большая плата за то, что я получаю. Тем более, что корпус его реально просто божественный. С одной стороны, как видите, простые функциональные формы, но все из качественных дорогих материалов. Здесь нигде нет пластика, весь корпус сделан из мощных цельнофрезерованных алюминиевых деталей. И хорошая новость в том, что вот эта фактура верхней крышки и передней панели, да, это одна деталь, она очень неприхотливая. Она не собирает отпечатки, не царапается, если ее не долбить молотком. В общем, крепкая штука. По бокам черные алюминиевые, само собой, радиаторы. Если присмотреться, то вы обнаружите там и вентиляционные отверстия. Так что это полнофункциональный элемент. Хотя, должен сказать, что греется этот матрикс не сильнее твоего кота. Ну, тепленький слегка и все. На фронтальной панели слева кнопка включения и белый светодиод. По центру точно такая же черная панель, как и у элемента М2, стоящего на ступень ниже. Здесь два выхода на наушники 6.3 и балансный пентакон 4.4 мм. Сенсорный цветной ЖК-дисплей. За ним сенсорные кнопки управления воспроизведением, которые работают даже в Spotify на вашем компьютере. Это величие, конечно. Ну и черная алюминиевая ручка регулятора громкости справа. Она вращается дискретно, с едва ощутимыми и довольно размашистыми кликами. Нажатие отключает звук. Не скажу, что мой фетиш по ручкам здесь удовлетворен. Она довольно легко вращается. Я бы хотел чуть больше сопротивления и тяжести. Но нет. Сзади полная красота. Две пары аналоговых выходов на RCA и XLR. Вход на RCA для аналогового источника. Чего нет у элемента M.2, кстати. Дальше исчерпывающий набор цифровой коммутации. От коаксиалов и оптики. Их тут два. Плюс два HDMI. Один из них на самом деле является портом самой продвинутой на сегодняшний день цифровой шины iSquaredes. А второй стандартный HDMI ARC для подключения телевизора. Да, так тоже можно. И вот вам сразу про шину iSquaredes. Так как нормальной стандартизации у этого дела нет. Ведь по сути это техническая шина для общения компонентов внутри устройства. Поэтому каждый ее реализует как хочет. Вот, например, у меня есть CD-транспорт метроном прекрасный, который общается со своим ЦАПом по iSquaredes. И это типа идеальная шина, идеальный сигнал без потерь, самая красивая жена падишаха, сферический конь и так далее и тому подобное. Но я не смог подключить метроном к матриксу iSquaredes, так как реализация не совпадает. И это при том, что в матриксе ты прямо можешь выбрать один из четырех вариантов реализации iSquaredes. Но ни один из них не подошел для метроном. Китаец-французы не разумеет, к сожалению. Зато по коаксиалу легко. Ладно, идем дальше. Само собой, здесь USB-B для подключения компьютера. Это мой основной вход в десктоп-сетапе. Есть еще и USB-C для подключения накопителя, гигабитный Ethernet и даже триггерные разъемы есть. Над всем этим лаконичный короб Wi-Fi-антенны. Вот я еще говорил в обзоре M2, что именно так и нужно делать антенны, а не ставить эти прикручивающиеся палки от роутеров. Подключать Матрикс к вашей музыке вы сможете вообще любым известным людям способом. Хоть по AirPlay музыку в него засылайте, хоть с NAS сервера по Wi-Fi, хоть по Ethernet. Кстати, я на столе его подключаю к сети по Wi-Fi. Конечно, я сначала сравнивал с кабельным подключением, но разница оказалась вообще ничтожно мала. Настолько, что даже я со своей мнительностью не стал оставлять кабель. Wi-Fi здесь вообще норм. Матрикс остается таким же тихим и чистым по звуку, как и с кабелем. Но это я уже вперед паровоза и бегу. Давайте теперь заглянем внутрь. Тут, ребята, полный хай-тек, конечно. Красивые черные платы, изящная компоновка и крутые комплектующие наглядно демонстрируют высокую культуру производства и внимание к деталям. Такие девайсы можно выпускать с прозрачными верхними крышками. Почему никто так не делает, я не понимаю. Возможно, кто-то скажет, что здесь не хватает перегородок между модулями, как в более дорогих устройствах. Но это легко прощаешь за то, насколько этот матрикс тихий. В смысле, не шумит. Так что, думаю, больше, чем сейчас, шумоизоляции ему уже не требуется. Это подтверждается действительно впечатляющими цифрами в его спексах. Те, кто предпочитает любить цифры в паспорте, а не то, что слышат уши, будут бесконечно оргазмировать. Ведь ни один сухарь не сможет устоять перед значением КНИ на выходах меньше 0,012%. Ребята, меньше 0,012% КНИ у него. Вы там с ума посходили в своем Китае, что ли? Зачем вам так мало? Никому не нужны настолько малые КНИ. Ну, такова реальность. ЦАП у него построен вокруг чипа ES9038 PRO, который все любят. Он работает в связке с крутым фемтоклокком Crystic, который тактует его так, что 0,012% покажутся гигантскими помехами. Именно он, как говорит производитель, создает фундамент хорошего звучания. Но если у вас есть желание, то вы можете перевести ЦАП из асинхронного в режиме в синхронный, когда клок матрикса будет отключен, а ЦАП будет полагаться на клок источника. Так тоже можно, если вы извращенец. Мы тут все, да, поэтому пробуем иногда такое. Такие у нас развлечения у аудиофилов. Проверять, какой клок как тактует и все вот это вот. Усилитель для наушников в нем. Это отдельная песня. У него большой запас мощности. На 300 Ом он на балансном выходе выдает 1100 мВт. Надо ли говорить, что вот эти 70-омные одизи для него хоть сколько-нибудь серьезной нагрузкой вообще не являются? Я уж не говорю про 33-омные Кеннертон Рогнер, на которые он может отдать 2600 мВт или 1600 на несимметричном в 6,3 мм выходе. Даже мои тугие 150-омные престарелые артодинамы Yamaha HP1 тут поют с невиданной легкостью. Кстати, реально классно звучащие наушники. Очень крутые по звуку даже сегодня. Но им нужен нормальный усилитель и ваши железные уши, которые они будут нещадно сдавливать. Теперь давайте поговорим об эргономике. Это действительно очень продуманный и удобный с этой точки зрения девайс. Несмотря на то, что здесь нет отдельных физических кнопок на фронтальной панели, управление Матрикс организовано так, что ты вообще не испытываешь проблем. Дисплей очень качественный, с высоким разрешением. Интерфейс нарисован просто эталонно. Ничего лишнего и все понятно, разборчиво и красиво при этом. Все нарисовано прям вот по-европейски. Отклики на жесты с минимальными задержками. Свайп вправо вызывает меню быстрого доступа. Он же экран выбора его множества входов и выходов. И пункт автоматического переключения между последними. То есть переключение происходит буквально в два движения пальцем. Это быстро. И ты еще можешь настроить, какие пункты показывать в этом меню. Это довольно круто. Я убрал из него все лишнее и у меня тут только то, чем я пользуюсь. Хотя, честно говоря, я не пользуюсь. Чуть позже узнаете почему. Свайп влево. Он вызывает основное меню, где вы можете выбрать входы, выходы, настройки цифрового фильтра и основные настройки девайса. Тоже все довольно просто и быстро делается. Никакой путаницы. Ничего не нужно изучать специально или запоминать. Также у него есть вот этот красивый полноразмерный пульт. С толстой алюминиевой панелью и красной кнопкой, на котором можно переключать входы, управлять воспроизведением, громкостью и даже переключать цифровые фильтры. На самом деле у пульта две настраиваемые кнопки и туда можно назначить вообще любую функцию. Но самое крутое в его электронике – это приложение. У Матрикса реально лучшее приложение на телефон из всех подобных устройств. Оно, во-первых, хорошо организовано. Ты имеешь доступ ко всем без исключения функциям и настройкам прямо на смартфоне. А во-вторых, интерфейс воспроизведения и навигации по стриминговым сервисам мне очень подходит. Логика вся интуитивно понятная, не нужно привыкать. Зашел в Кобус. Тут все ровно так, как в его родном интерфейсе. Ну красота. И кстати, он умеет каталогизировать вашу локальную библиотеку, но для этого у вас должны быть в порядке теги. В полном порядке должны быть. У меня, например, не в полном, поэтому я могу видеть задублированных артистов. Но в целом я этим не пользуюсь, потому что Матрикс, Рун Реди и все свое взаимодействие с библиотекой у меня происходит именно там. Ну это действительно удобнее. Ну а если у вас нет Рун, то в принципе Матрикс умеет содержать вашу библиотеку в порядке, но для этого вам нужно будет ему немного помочь и пройтись по тегам в ваших файлах. Но вообще в плане любого взаимодействия Матрикс максимально удобный. Мои самые частые сценарии использования это, конечно, наушники, но и колонки тоже есть, как видите. Так вот, когда у меня еще не было раньше активных колонок, Матрикс отдавал сигнал по аналогу на внешний усилитель топпинг, а тот уже на колонке. Я в приложении выставил выходы в фиксированный режим, чтобы он отдавал линейный сигнал на усилитель, да, то есть регулятор громкости не работает, регулировка происходит на стороне усилителя. Но когда ты подключаешь наушники, то регулятор включается и громкость наушников ты, естественно, можешь регулировать. Затем у меня появились вот эти активные мониторы UNK Sound и я переключил выходы в регулируемый режим и теперь Матрикс управляет громкостью активных колонок. Причем на наушниках он сохраняет отдельный уровень громкости, не связанный с уровнем, отдаваемым на колонки. Там своя громкость. Что касается работы его стримера, то тут тоже все автоматически происходит. Слушаешь, скажем, файл из компьютера, он активирует USB вход. Переключаешься в RUN, Матрикс автоматом переключается на него. Затем захотел со Spotify что-то послушать. Выбрал в самом Spotify приложении Матрикс как устройство и он тут же отключается от RUN и начинает стримить со Спотти. Ничего самому переключать не нужно. Вот почему я не пользуюсь его меню на экране. Это настолько все просто и интуитивно, что ты даже забываешь о том, что у большинства серьезных аудиофильских девайсов это вообще не так происходит. Там только через боль и страдания. А здесь нет. Хотя X2 это тоже очень серьезное аудиофильское устройство, но оно не требует от меня, чтобы я страдал. Насколько оно серьезное? Давайте поговорим о его звуке. Как многие из вас знают, я люблю слегка окрашенный звук, чтобы чуть-чуть на теплой стороне. Но Матрикс вообще не такой и это меня в нем и подкупило. Довольно противоречиво звучит, да? Сейчас вы все поймете. Дело в том, что у меня обычно много разных наушников и все из них и так или иначе криво в хорошем смысле звучат. Поэтому мне нужен был девайс, который будет наименьшее влияние на звук оказывать. Так я могу лучше слышать и понимать звук остальных компонентов. Воспринимайте его как своего рода нейтральный измерительный стенд, который позволяет на максималках расслышать особенности наушников. И кстати, вот таких колонок тоже. Матрикс по большому счету не имеет определенного характера. Он больше сосредоточен на детализации и прозрачности. Причем делает он это настолько классно, что как бы детально он не звучал, это не превращается в операцию по уничтожению вашего слуха. Даже на жестких записях он ведет себя достаточно породисто. Например, вот вам свежий альбом интересной супергруппы The Jaded Hearts. И тут довольно интересная история того, как появилась эта прекрасная банда. В сентябре 2017 года Джеймс Ли Дэйвис III, вокалист-гитарист и автор песен с аутрок группы Jamie Davis & Soul Gravy, решает отпраздновать свое 40-летие. Ну с кем не бывает, да? Но почему-то ему взбредает в голову нанять кавер-группу, которая развлекала бы гостей песнями. Но при жимистая натура Джеймса привела его туда, где мы все оказываемся, когда хотим сэкономить. Он стал звонить друзьям-музыкантам, так как посчитал, что так выйдет дешевле, сыграть вместе с ними каверы одной британской группы на своем же празднике. Да, это у нас под рукой обычно из музыкантов только мамин школьный друг с баяном, но у Джейми в друзьях были Грэм Коксон из Блёр, Майкл Кейн, Ник Цестер из Джет, крутейший барабанщик Шон Пейн и Мэтт Беллами, Фронтмен Мьюз. Неплохо, да? Первоначально группа выступала под названием Dr. Peppers Jaded Hearts Club Band. Понимаете теперь, чьи каверы они исполняли, да? Мэтт Беллами описал формирование группы как караоке-шутку. Парням понравилось играть вместе, и они решили продолжить, сосредоточившись на традиционном рок-н-ролле без использования современных технологий и всяческих новомодных штуковин. Только хардкор. Альбом You've Always Been Here был спродюсирован Беллами и записан в его студии незадолго до ковидного карантина. Помните еще такой? В альбом вошли каверы на песни Motown и разные классические рок-н-ролльные песни. Не все мне в нем нравится, альбом, честно говоря, довольно разноплановый, но какие-то вещи в нем просто отвал. Матрикс на этой музыке умудряется так много всего отправить в мои LCD-2. Здесь слышно каждую тончайшую мелочь в этом шумном рок-н-ролльном потоке, но при этом характер звука все-таки создают наушники. Матрикс на их почерк никак не влияет. Не делает их какими-то чересчур острыми, сухими или наоборот слишком темными. Никакого влияния абсолютно. Поэтому LCD-2 звучат максимально нейтрально для себя и лишь слегка напоминают о том, что у них все-таки есть свой притемненный почерк. Мне этот подход нравится, потому что я как бы больше наушников слышу. Любителям электроники и трип-хопа посоветую классный альбом Глена Портера, который на самом деле не Глен Портер, а вовсе Райан Стивенсон, к сожалению, скончавшийся в 2018 году в возрасте 35 лет. Был он очень перспективным музыкантом, оставил после себя пять неплохих альбомов. Я же предлагаю вам его второй альбом 2009 года, про который некоторые даже говорят, что это одно из самых красивых произведений, которые они когда-либо слышали. Мол, он предлагает особый и уникальный опыт прослушивания. Звучит по-аудиофильски даже как-то, да? Но вообще этот альбом выделяется меланхоличными гитарами, которые колышутся вокруг пыльных барабанов и голосами, создающими истории об одиночестве и разбитых сердцах. Здесь смешивается психоделия с энергией серф-рока, гитарами, звуками абстракт-хип-хопа, брейками и вестерн-саундом, создавая такое уникальное сочетание современной музыки и вестерна. Это саунд, который, с одной стороны, немного перетряхивает тебя, но все-таки больше позволяет расслабиться, рисовать какие-то картины в своем воображении под звуки, проникающие в твой разум. И вот этот усилитель классно сочетается и с моими наушниками Кеннартон Рогнер. Они закрытые и звучат больше внутри головы. Зато звук в сравнении с Одизи как бы на зуме таком, да? Поэтому возможности Матрикса преподносить тонкости и детали здесь еще более явно слышны. Матрикс, конечно, старается быть честным и валить на тебя все, но не скатывается в жесткую такую аналитичность и сухость, хотя бывает к этому близок. Ради точности и мониторности он без сомнения пожертвует вашим комфортом. Точнее он даст пожертвовать вашим комфортом тем наушникам, которые вы к нему подключите. И это то, что мне и нужно. Я могу лучше понять, что за наушники передо мной. При этом нейтральность и частота Матрикса позволяют музыке Поттера бить мне прямо в сердце, уж настолько она эмоциональная и рельефная. Здесь столько разных фактур слышно, они так красиво разворачиваются перед тобой, уходя глубочайшими послезвучиями в бездну. Очень красиво и воздушно, и при этом с внушительной динамикой все. Но вообще, я уверен, что какую музыку бы вы не слушали, этот девайс не в состоянии будет ее испортить. Частота и детальность еще не навредили ни одному исполнителю, группе или оркестру. Все, что этот Матрикс сможет испортить, это ваше впечатление о длинных наушниках или колонках. Я имею в виду то, что если сюда подключить какие-то кривые или не очень хорошо звучащие наушники, Матрикс расскажет вам об этих недостатках в мельчайших подробностях, и вы будете страдать. В целом же, Матрикс можно считать идеальным источником. Он безликий в хорошем смысле, очень чистый и детальный. Идеальный по цифрам в паспорте и удобству пользования. Он уже может заменить с собой большую часть девайсов, необходимых в системе. Да еще и сможет приютить сюда какую-то вертушку или кассетник, если захотите. Но за это вы должны будете заплатить. К нему нужно тщательно и вдумчиво подбирать конечные компоненты, наушники или активные колонки. Если же у вас есть хорошие наушники или колонки, почерк которых вы любите, то Element X2 сделает все, чтобы они раскрылись во всей своей красе. При этом не обязательно, чтобы это были какие-то точные мониторные наушники. Может быть наоборот, что-то особенное, со своим уникальным почерком. Тут вопрос именно в том, что именно вы пестуете в звуке. Поэтому если вы имеете что-то классное, чему не нужно исправлять характер звука, выправлять и все такое, то Element X2 это великолепный вариант. Нейтралитет и прозрачность в абсолюте, помноженное на удобство и простоту использования. Ультимативный настольный девайс, который не спасует и в большой системе, если нужно. Вот почему он у меня на столе. На сегодня у меня все. Увидимся в следующем видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова